Что случилось? Что случилось? Нам позвонили, сказали, что на рынок выезжает ОМОН. Нас собралось здесь около 500 человек. Если приедет ОМОН, нас соберется еще больше, потому что мы охраняем свое имущество, свой товар. Все вышли на защиту. Вот стоим каждую ночь, уже четвертую ночь, и дежурим на воротах. У каждых ворот по 100 человек мы стоим, а то даже и более нас сегодня собралось. Пока никаких реверсов нет, порядок. Думаем, что ночь пройдет благополучно. Надеемся. Никогда так не жили. 30 лет на рынке, никогда так не жили, никогда такого не было. Вот до чего довел губернатор наших предпринимателей. Днем и ночью теперь работаем, круглосуточно. Бросили детей. Бросили детей, охраняем рынок. На следующих воротах нас еще больше стоит людей. Дети ходят с родителями, тоже охраняем. И детки ходят на рынок, охраняют свой товар. Ручка по машине, скажет привет. Там говорит, если рынок закрыт, у меня молоко нет. А что, да, что у вас такое? Что вас заставило ночь сюда прийти? Расскажи это или что? Это наше рынок. А что еще? Мы хотим, чтобы настася на этом. Нам не нужны здесь торговые центры, парки, хотим рынок. Здравствуйте, девочки. Лен, я твой телефон звоню. Ну, я сейчас буду снижать. Так, например, аккуратно? Да, конечно. Это конденсация, где-то в центрах инвестирования. Машинки. Вся парковка занята автомобилями. Вот сколько машин. Машины, наверное, штук 200 стоят. Вокруг всего рынка. Это что? Наши чиновники о чем думают? Все наши ребята охраняют. То есть сбаламутали народы. Жан, по телефону, что-то надо. Ага, ага. У каждых ворот народ. У каждых. Можно это не интервью, а просто монолог? Можно? Да. Здравствуйте, уважаемая гуру права. Мы вас убедительно просим оставить рынок людей, которые обеспечивают сами себя и вас в соответствии тоже. Оставить в покое, пожалуйста. Дайте людям зарабатывать и кормить свои семьи. Убедительная просьба, оставьте, найдите себе другую нишу, где бы вы могли навести порядок. А рынок, который сами своим здоровьем зарабатывает копейку и вас кормит, оставьте в покое, пожалуйста. Убедительная просьба. Гору праве и Артамону прямо в частности. Пост сдал, пост принял. Вот такая жизнь. Вот такая жизнь стала. Везде машины, везде наши машины. Везде наши машины. Охраняем. Охраняем. Вот, ребята охраняют свою территорию. Уходить никто не собирается, да? Не, уходить никто не будет. Здесь они наняли какой-то частный чоп-ягуар из другого города. Чоп этот спрятался. Боится. Увидел такую массу людей, спрятался, боится. Даже не выходит. В темной будке, в холодной сидят. Будка, вот где милицейская была, там грязь по колено. И в этой будке сидят эти охранники их. Вот машина у каждых ворот. Сегодня нас очень много. Каждый день нас все больше, больше и больше. Сейчас люди дома отдохнут, что-то еще приедут. Шанна, я поехал домой. Давай. У тебя температура. Конечно, конечно, подможем. Люди заболевают даже вот. Конечно, все позаболеют. Каждую ночь стоять. Третий день человек стоит. Трое, трое дня стоит. Детей надо чем-то кормить. Вот и стоит. Товар зимний закупили. Все купили зимний товар на большую сумму. Потому как не предупреждали, что рынок будет закрываться. А зимний товар покупается в августе весь. Предоплата делается. Обувщики все купили зимний товар. Верхняя одежда вся купила зимний товар. Поэтому надо как-то его продавать. На Новый год надо покупать детям подарки. И покушать, отдохнуть. Предприниматели вообще работают без выходных. Единственный праздник, когда мы отдыхаем, это Новый год. А нас хотят оставить без заработка на Новый год. Я смотрю, и женщины тоже, да? И женщины, все. Детей дома бросили. И охраняют. Ну да. Второй день. Второй день. Подряд. А что делается? Да. Вот так наши женщины какие сильные и смелые. Пережили 90-е. Переживем и это. Видите, везде машины. Везде народ. Давай же в команды. Как Наполеона Белина, да? Что за охрана какая-то команда? Наполеона Белина. Машину мы все закрыли. Никого не пропустим сюда. Чужого. Будем охранять. Каждый ворота, да? Смотри, у всех. Все, каждый ворота. Все, каждый. Каждый ворота закрыты. Девушки, на каждом ворота, мы начинаем с шести часов. Девочки с пяти, кто с шести и вот до семи. Пока грузчики. И грузчики, и предприниматели, и продавцы, все тут. Все защищают. Ну а что делать? Стоим, охраняем свои территории. Деваться некуда, надо охранять. Тысячу человек подняли за пять дней. Да. Тысячу человек, даже может больше. Еще все в машинах сидят. Так что пусть с нами не шутят. Девушки отдыхают.